и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем экспериментировать в симуляторе под названием universe sandbox 2 сегодня мы будем устраивать масштабный апокалипсис в нашей солнечной системе а с чего мы начнем можно в принципе наверное начать с нашей земли ну а дальше посмотрим что можно еще придумать чтобы уничтожить солнечную систему да не только какие-то страшные твари из фильмов ужасов какие-то инопланетяне пытались захватить и уничтожить солнечную систему а вот сегодня я тоже самое буду делать так ну что же давайте попробуем первый эксперимент нам предлагал кто-то из подписчиков под прошлым видео взрыв солнца кстати ссылочка на него будет в описании обязательно гляньте для тех кто не смотрел пожалуйста убери всю воду с планеты земля легко сделать мы можем это сделать двумя вариантами ну вообще множество вариантов мы сделаем наверное наиболее таких два рассмотрим простых самый простой это конечно же просто тупо сейчас убрать всю воду с поверхности вот так и все и человечество уже нету ты видишь ну а второй вариант у по моему я вернул на планету земля воду и прямо все континенты посмотри затопила так слишком слишком много мало так в общем давайте сделаем так сейчас мы создадим новую солнечную систему возвращаемся к нашей планете земля и просто попробуем запустить несколько астероидов каких-то не знаю комету чтобы вода конечно будут огромные цунами при ударе с астероидом из кометы сделаем так чтобы вода хотя бы немножко каким-то образом испарилась я не знаю так давайте посмотрим что у нас есть церера но это слишком уж что-то такое слишком огромное апофис так 2016 х 3 41 метр в радиусе скотт менли можно вот этот вот астероид наверное да или что это комета какая-то со скорее всего это огромный астероид 14 километров радиусом и просто сейчас мы будем запускать в океаны ох посмотри я бы даже сказал это сверх тяжелый какой-то астероид конечно да при таких ударах будет вообще колоссальный просто выброс энергии океаны озера реки будут испаряться упс и конечно же весь этот пар поднимется в атмосферу земли возможно атмосфера станет такой же как на венере но в дальнейшем наверное скорее всего вся вода начнет в дальнейшем выпадать осадками так давайте вот так вот полностью все это я конечно могу ошибаться но я не супер какой-то там ученый физика мои чисто предположения как и что может быть скорее всего такими ударами мы воду не испарим а мы уничтожим все человечество хотя нет человечество еще пока живет посмотри ух ну-ка стой подождем состав вода 0226 подожди а нам надо знаешь что включить так мы включим вот эту статистику с левой стороны и будем смотреть здесь паровая масса температура и соответственно глубина воды так ну что же давайте далее запускать я не знаю почему то ударов моих астероидов астероидов в тех местах куда они упали почему-то образовался лед как это работает что-то я немножко не понял так ну давайте побольше таких запустим свифт тутл что это это какая-то комета скорее всего посмотри какой тянется хвост за ней да это какая-то комета мы сейчас наоборот только принесем воды ну ладно так комета так галея так апофис всего побольше чирикло чарикло чарикло ох сейчас будет жестко посмотрим что у нас по паровым по паровой массе ух посмотри насколько возросло насколько возросла паровая масса то есть да сейчас идет прямо таки и океан да он сейчас вообще должен просто высохнуть от такого удара так ну ка еще раз огромная температура вместе вместе удара от этого спутника или что это восемьдесят две тысячи градусов по цельсию это просто невероятно можно конечно таким интересным инструментом здесь все сделать сейчас подожди-ка где он у меня так аааа лазер можно настроить лазер я не знаю сейчас если планета вдруг взорвется можно сейчас смотри ой 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 нет по моему с водой все нормально все в порядке хотя вот в середине океана я вижу что по моему здесь все высохло можно просто вот так вот все это разогреть всю воду чтобы она быстрее испарилась самое главное не затронуть континенты а ну это уж как получится ох что я делаю прости меня земля я ненарочно вообще по идее сейчас должен возрасти очень парниковый эффект и и стать очень плотная атмосфера как на венере в точности мне кажется я наоборот разогрел всю даже землю сейчас сколько градусов подожди состав вода по моему как была на месте так и осталась поверхность средняя температура 639 градусов да я вижу что планета раскалилась очень таки и по моему вообще от ударов вот тех спутников посмотри у нас затопило получается северную и южную Америку Африка у нас вообще не тронута по моему немножко континент Африки затоплен видимо да таких ударов поднялось поднялась огромная волна цунами сейчас я тут так понаделаюсь что будет вообще бомба давайте просто немножко сами сбавим воды и континенты начинают замерзать так сейчас я растоплю ледники на в Антарктиде на южном полюсе и растопим на северном полюсе что-то пошло не по плану интересно так ну ладно будем считать эксперимент провалился попробуем какой-нибудь другой эксперимент можно в принципе сделать так что в нашу солнечную систему но каким-то образом как там многие ученые говорят что есть якобы девятая планета какая-то в солнечной системе и каким-то образом короче говоря она просто будет сейчас пролетать через всю солнечную систему интересно зачем мне это нужно ну интересно вообще знать если она будет пролетать ну вот прямо таки запустим ее вот так вот прямо просто прямо на солнце и столкнется ли она выйдет ли на орбиту какой-нибудь другой планеты и столкнется ли она с какой-нибудь планетой может быть столкнется даже с землей я не знаю так ну что же сейчас подожди мы поставим на паузу запускаем прямо таки вот так прямо да просто прямо и запускаем сам симулятор девятая планета вот наша девятая планета я вижу она летит давайте понаблюдаем за ней я сейчас буду сильно удивлен если ее огромной гравитации Юпитера притянет к себе нет она стремится прямо таки дальше прямиком на солнце конечно можно все это рассчитать допустим какой период где будет находиться какая-либо планета Марс Земля Венера чтобы произошло столкновение вообще по идее ее должно было сейчас притянуть Юпитером к себе ой мы обожглись мы всего лишь обожглись мы даже с солнцем то не столкнулись ну хорошо тогда мы делаем проще тогда мы делаем проще мы просто берем наша планета Земля замедляем время и и просто запускаем девятую планету а что у нас кстати девятая планета подождем масса десять земель радиус тридцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть километров хорошо просто запускаем нашу планету стой земля и чего подожди в смысле надо было чуть дальше вообще девятая планета это у нас по идее какой-то газовый гигант и он просто слопал землю он просто ее поглотил все наша планета земля нет и куда дальше стремится девятая планета погодите а она заняла просто орбиту земли ты посмотри но так как планета видимо состоит из газов или что это такое все начинает почему-то очень бурлеть кипеть планета разогрелась ну возможно конечно даже из-за удара либо потому что сейчас так близко находится к солнцу а что стало с солнцем подожди нет с солнцем все в порядке это просто свечение такое хорошо девятая планета поверхность состав нет есть подожди ну вода силикат железо немножко водорода давай ускорим то есть под толстым слоем газовых облаков эта планета в основном на 63% процента состоит из воды посмотри невероятно поверхность поверхность да все таки она так забурлила из-за удара и что сейчас она полностью покроется льдом она сейчас замерзнет ледяные облака лед подожди то образовался по моему толстый слой льда под газовыми облаками ну хорошо открываем новую симуляцию берем нашу солнечную систему и сейчас мы стоп сейчас мы сделаем более чудовищное более катастрофичное так сказать положение мы возьмем черную дыру масса одна солнечная надо что-то более маленькое выбрать по-моему очень маленькой черной дыры здесь нету ну давайте вот эту черную дыру и расположим ее где-нибудь примерно вдруг каким-то образом представим образовалась черная дыра или какая-то блуждающая черная дыра образовалась допустим между Юпитером и Марсом вот так диаметр 2,95 км довольно таки маленькая черная дыра масса одна солнечная ну я думаю сейчас этого должно в принципе хватить для того чтобы она начала просто наводить хаос в солнечной системе да начинает притягивать объекты к себе посмотри Юпитер просто разорвало вот это интересно какой-то коллапс начинается посмотри а все маленькие известные мини планеты солнечной системы они начинают просто притягиваться в черную дыру оу оу посмотри что происходит с солнцем ты посмотри что происходит с другими планетами Мне кажется, сейчас солнце должно первым устремиться в черную дыру Или оно будет вращаться Порядом с черной дырой У меня даже симулятор что-то заглючил Подожди Но по траектории можно увидеть, что все планеты с точностью 100% устремятся в черную дыру И все Ну что ж, давай попробуем следующую симуляцию Допустим... Так, подожди Добавим Переходим к черной дыре Более сверхмассивную какую-нибудь добавим черную дыру Масса Простите 10 миллионов солнц Это будет, конечно, если ее расположить в центре, это все Давайте расположим ее где-нибудь на расстоянии Один... подожди Один световой год И ускорим время Солнечная система не должна устремиться к черной дыре Подожди, стой, стой, стой Да, по-моему, вся солнечная система начинает просто... Посмотри, что творится Вся солнечная система устремилась к черной дыре Все планеты просто уже не вращаются вокруг солнца, а прямиком просто, просто прямо устремились в черную дыру Ну, какое-то вращение возле солнца происходит А, ну если только самые ближайшие планеты, я так понимаю, и то беспорядочные какие-то орбиты стали у Меркурия, Венеры, Земля У Марса, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран Они просто отправились просто прямо в черную дыру Смертельно опасные черные дыры А давайте сейчас расположим на таком же расстоянии Так, где у нас черная дыра? Вот здесь она Так, подожди Черная дыра, вот На таком же расстоянии мы добавим еще одну Такую же сверхмассивную черную дыру С этой стороны С этой стороны Здесь, здесь, здесь и здесь Давайте сделаем так, что как будто у нас вот они вот так вот все друг с дружком будут связаны И мне интересно, что будет сейчас происходить Растянет всю солнечную систему в разные стороны К определенной черной дыре, либо какое-то будет столкновение Так, ускоряем время Одна из черных дыр, посмотри, сама, по-моему Ааа, я понял Все, я понял Ну черные дыры, в общем, короче говоря, будут вращаться друг с другом А солнечная система, она по-любому Короче говоря, ее по-любому Затащит, затянет в одну из черных дыр ближайших Или что будет происходить? Нет, я хочу посмотреть до конца все-таки Так, ну Понятно Посмотри, как Что вообще происходит Какие-то планеты, по-моему, уже поглотила черная дыра Ох, вот это катастрофичное вообще Какое-то непонятное получается вращение Черные дыры В принципе, соединились друг с другом Образовали Какое-то свое вращение А планеты, астероиды и все прочее Солнечные системы Просто выкинуло в открытый космос С чем это связано? Из-за таких огромных Гравитационных сил Черных дыр Что они даже не справились с нашей Солнечной системой Интересно Ну, а если еще немножко ускорить? Нет, все-таки да Солнечная система просто Покатилась в тар-тарары Непонятно куда Открытый космос Ну, вот такой эксперимент Кому понравилось, обязательно пальчик вверх Подписочка на канал Всем пока, до новых встреч Пока-пока